Всем привет! Добро пожаловать на канал X-Prime и в новый игровой проект GTFO. В этом видео мы познакомимся с творением независимой команды разработчиков Ten Chambers Collective. Приятного просмотра! GTFO это шутер от первого лица в жанре экшен-хоррор, предназначенный для совместной игры вчетвером. Игра готова бросить вызов самым хардкорным геймерам. Вам предстоит играть за команду смертников, которую отправили добывать ценные артефакты в обширный подземный комплекс, населенный жуткими чудовищами. Чтобы выжить, собирайте оружие, инструменты и ресурсы. Вам потребуется слаженная работа всей команды, чтобы узнать больше о своем прошлом и найти выход из этого кошмара. Субтитры создавал DimaTorzok 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 оксана крыльцком лишь только на двери ящики и нужно будет чтобы один пошел налево я пойду гоира направо ну давай разбирайтесь все идем дальше prime на месте прям заряжай и бей что происходит он проорал по все загрелись патроны не тратим стараемся их убивать молотком заряжайте всегда было вылечить ема всегда заряжайте полностью всегда понятно что значит заряжать да я чё-то не понял про заряжание да можно милишку заряжать также если возьмешь молот в руки ты можешь прокрутить мыши пинать так тут их уже нету да можно фонариком светить можно фонариком сидеть когда они кричат агрится сразу вся комната мы начали стрелять вам только патроны потратили или еще вы пришли только патроны выстрела только комнате ребят проект уже миновал стадии альфа и бета тестирования но игра все еще в разработке в первую очередь игра предназначена для хардкорных игроков здесь всего один сверх высокий уровень сложности который возможно большинству игроков окажется просто не по зубам в игре нет подбора игроков всех доступных игроков вы можете найти через список друзей в steam также пока нет голосового чата поэтому приходится пользоваться сторонними приложения нет русскоязычной локализации как и внятного лора игры в будущем естественно все это появится цепляет игра в первую очередь жуткая атмосфера и испытаниями если вы считаете себя опытным геймером шутерных хорроров то эта игра в легкую опустит вашу самооценку и покажет ваше место в пищевой цепочке даже не вздумайте проходить эту игру в соло поверьте надорветесь на первой волне ползучих папуасов как они будут ломать эту самую дверь интро и будет спину настреливать я бы рекомендовал поставить тухоль дробовик так как я сейчас смотрю поставили чтобы она покрывала дверь а это дробовик или автоматическую вы мне скажите и и в принципе этого хватит потому что нам на рандом него с сифон гранейт мы просто закроем дверь все будет хорошо на самом деле я так подумал если на сифон гранейт то лучше поставить трое вот так вот как я сейчас смотрю если бы нужно было бы я не брала не тралиус до древний грек нейтральный понятно немножко объемника и я бы еще уголочку в угол обе и прям будем ее ну не стараешься совсем не доигрываешь садись читать а ее можно вот одна этот кирпич поставить будет нормально я не будет нельзя на воздушный создать ладно будем знать так и сейчас также молотками отбиваться ли что-то взять лучше уже будем брать давайте на дверь сейчас появятся кружки повсюду живут пушкам бегать все встаньте усыдут по кружкам надо бегать зайдите в круге стоит видишь он сканирует сейчас видите линии пошли попов попов нужно забегать сканировать скажите свою нормально это могут дверь открыта я щас воспользую сканирую и ухожу вот сколько их там вот сколько их там кстати есть френд файл знаете об этом да 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 я читал про это вот все мне просто кто-то причем плюнул и ублюдки причалы это было оскорбительно между прочим очевидно защищать меня обижаешь все будем абсолютно верно сразу за дверью никого все спокойно все замечательно фонари включаем и каждый входом там же ну сразу дверь не отстает один на лестнице 1 мы пока их проигнорируем и пойдем сюда неважно каком расстоянии от этих светящихся важен но я имею ввиду если мы будем в той же комнате главное что мы были подальше там метров 8 есть пока чисто здесь конечно темно и чашкающие звуки 1 здесь чисто здесь есть все чисто нам сюда не надо чё-то треугольничек движется это вот скаут этот треугольничек а также макароны монстр кому прикол он распускает свои щупальца и если в эти пальцы встать то он заорет есть еще одним прикол когда он одрится он орет и вызывает дополнительных мобов то есть он агрит не всех находятся в комнате а вызывает x больше так что мы пока проигнорируем и здесь много но самый простой способ быстро скаутов это его запенить а дольше ходи проходить здесь чисто а вот за этой двери уже нечисто фонарик выключите что уже неуваживание а нет снова переход за этой двери нечисто вот я тебе сейчас скажу что прямо за дверью на 105 и на там по моему чувствую себя 5 все заряжайте пенку пенку заряжать и под него а на него да не опа так и убить его надо с локацией загрели мы хотя бы не загрели скаутом все загрели и качество тут очень много сумочек будет желательно бить молотком не бойтесь получать лишний урон это не страшно больше час времени потому что хабая можно использовать целую пользу маленькое количество здоровья потому что оно регенирует до 20 вот мы убили здесь скаута и общество он скачет нас ищем кучу карту я не знаю какую какого цвета красном я посредством звери мы ищем а вот если например обычный мог начнет орать его запенить все это сработать или нет или все равно все совесть нет смотри если скаут орет то он не просто всех агит он еще дополнительных вызывает поэтому он опасен и еще прикол в том что когда красная ключ карта лежит туда все значит можем отсюда уходить еще есть прикол в том что если скаут сломали если скаут орет то он во время этой анимации не уязвим сейчас он у нас не успел подключать если бы он все прокачать то у нас бы за спиной материализовалась куча херов красных понял по свете хотя на самом деле мы можем пройти в комнатку просто заигнорировал скаута там внизу есть этот самый как это по-русски склад и мы на него пойдем скажем скорее всего проигнорируем то есть он сейчас бежит наверх вниз стоп 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 не двигайся правильно да блять назад не иди когда говорю не двигайся не возвращайся надо просто рука с кавиатуры понятно идем спускаемся вниз кидаю прикол всех игнорируем идем налево вот в твоей двери стоп не двигайтесь входим двери стоп 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 у нас есть время нужен плюс один на вот этих ребят делах я понял двигаю это было опасно сейчас тихо 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 ландидой варим не двигайся пора убивать не приезжаю краем приемки без голосовать да не кажется это как это кажется в чем-то это они не стал девочкой нему что в в в в в в в все на самом все на самом зеленый в пустын а это конец так как в этом месте После n-ного числа попыток прохождения одной локации ты доходишь до уровня автоматической триггерной машины. Порой ситуации на коллапсановке заставляют всю команду притаившись перейти на общение с шепотом, а иногда даже не дышать в конденсатор микрофона. Настолько сильно можно погрузиться в атмосферу огромного и мрачного подземного комплекса, где опасность может поджидать за каждым поворотом. Даже не представляя как потеет задница в скафандре бедолаг, отправленных в эту мясорубку. Думаю, со временем разработчики опубликуют статистику, сколько людских котлет переживал и выплюнул этот комбайн. Стоп! 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 Ой, 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 не шевелись. Да нет, все, все в прессе. Так, проходим. Стоп, 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 проходим. Стоп. Короче, смотри на них, как они светятся, да. Проходим. Стоп, стоп. Это весь геймпу этой игры, привыкайте. Стоп, 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 тихо, тихо, тихо. Загналися. И теперь дети? Я встал на позицию. Она полная молодость зарядит. Да, 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 да. Всегда полная. Чуть-чуть поближе, студи, стой, не сейчас? И не сейчас, не сейчас. И не сейчас. И не себя. Нет, не сейчас, хорошо. И даже не сейчас. вот сейчас подойди чуть-чуть я команду так когда вы убьете она загорится так что только вы не разорвать сразу нужно на нее набросить заряжать заряжаю я заряжаю и бейте бел сразу бейте бить и шли смочь все начинается вполне обычно вас опускают в яму первого уровня a1 для любителей поискать приключений на свою задницу уровне разбиты на несколько зон перекрыты дверями некоторые из которых требует ключ карты а некоторые сканирование всей команды при вас уже имеется неплохой арсенал оружия и различных инструментов реагирования на угрозы на выбор собой можно унести огнестрельное и контактное оружие ближнего боя контактным оружием вам придется работать чаще всего так как нехватка патронов рано или поздно заставит вас подружиться с вашей кувалдой или топором есть также специальные инструменты виде переносных турелей сканеров пенного клея и других девайсов усложняющих жизнь монстрам потому что у меня траки все приходим сюда на возьму гранату тут еще дверь эта комната чистое судя по всему а я все у всех врагов переместили за эту дверь как сейчас будет весь сходимся подходим с сразу дверь будет четверо и открою дверь не двигайтесь посмотрите вот раз окей здесь стенка разделяющие и вот там вот сверху уровнем выше находится еще трое да там трое поэтому как мы делаем один становится на эту штуку булька сейчас я прохожу и смотрю чтобы наверху никто не светился а также желательно чтобы человек с сифом лаунчером был наготове всегда так что prime готовится убивать светящую сейчас человек зеленый жабич жабочка жабочка жабка готовь сифом лаунчер потому что может скал побежать а я пройду сейчас посмотрю что по врагам еще бы тут влияла громкость как ты говоришь микрофон а заряжай и бей пожалуйста в голову спасибо ваш теперь проходите наверх этот густиками пометил всех врагов стоп 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 не двигайся видите горят как новогодняя елка там еще вот за этим который сейчас дышал есть мальчик к не бей там уже четыре тела проходим сейчас вижу нельзя идти можно промбери право идти нельзя справа тебя не это лево только в основном я вас смотрю ну мало ли это я тоже не понимаю где право где лево стоп стоп ой ой тут еще двое слышь да блять я сказал направо все таки не понимаете право где лево да это понятно говорю сзади меня еще двое да я знаю там один посвечивается из них и поэтому я хочу чтобы жабка и ты пошли на тех двоих не туда вот я кину щас густик то куда вы должны идти на все понятно вот на тех спадем идите не идите все еще не идите идите нет 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 я пошутил это шутка была скажешь когда будь на позициях сейчас вроде можно наступили на ногу нехорошо ой нехорошо еще скаута заглядите да и скаута за ими так и вот назад уходим куда и ходит назад за эту дверь ставьте тролль за собой хорошо не поставили это старт нет не так много а идем еще лучше в принципе учительный прошивая на другой план пробиваемся в суде здесь какая то украина я не мог наступить я далеко от него был жабочка нашли а а жесть какая то вам станет лучше если скажу что в принципе больше никого не будет а а у меня очень мало у кого есть у кого нет у меня есть прорези на меня ну у меня будет маленькая трудность ну вставай ну все я упал а 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 и а а м а а а а а в и а Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Монстры здесь специфические, в основном находящиеся в состоянии то ли сна, то ли медитации. Мне довелось познакомиться с ползучими представителями первого уровня комплекса. На первый взгляд это какие-то призванные из преисподней твари или остатки людей, пораженных некой формой вируса. Различить их по половому признаку невозможно из-за сильной деформации и наростов на теле. Реагирует на любой звук и яркий свет, и даже на движение приседом. Побеспокоив одну тевтельку, она может пригласить всех своих братиков и сестер на пир, где коронным блюдом будет 4 или меньше последователей Индианы Джонса. А сколько я знаю, есть твари невидимые, которых можно отследить по тени от фонаря. Но пока я с такими не встречался. Да, могут, если они будут дышать в этот момент. Так что нам нужно смотреть на нижний. И на всякий случай проверять. Я буду этим заниматься, скорее всего. Сейчас аккуратно. Чё, 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 не двигаемся. Вот вы двое, прайм-жалик, стоят. Всё, послите. Ниже. Ниже не слишком далеко. Я сейчас шли, успоко, дышу. Раз, два, три, заряжаем. Половина и бьём. Основное внимание игры завязано на командной работе. Начинайте играть лучше на оптимизме, назначив одного командира в команде, который будет хоть как-то координировать действия всех остальных. Играть без голосовой связи – это всё равно, что выпустить слепых котят в загон крокодилов. Нередко настаёт тот самый неловкий момент, когда в самотохе ты случайно приложил своего тиммейта, несущегося куда-то в угол. Я хочу сказать, что здесь есть френдли фаер. Поэтому ползучие пельмени выражают благодарность своим создателям за суровый реализм и криворукость дилетантов. Насколько сильно подгорает у геймеров после неудачной попытки, я пока не знаю, да и не сталкивался в принципе. Если команда хорошая, а мне как раз довелось повстречать такую, то и любые тяготы в принципе вам по силам. Вот один пусть вот это возьмёт, допустим Чак будет брать этого. Вставать поседать нельзя, они это тоже слышат. Так я просто стоять не чую, правильно? Да. Хорошо, хорошо. Идут ещё трое. Накрутиться я могу, правильно? Крутиться можешь. Останавливать всё нельзя. Ещё можно молотком по воздуху размахивать. А могу по нему размахивать? По нему пока не можешь. Проходите, джентльмены, я разрешаю. Спасибо, спасибо. Ну, Жарик, пусть возьмёт вот этого с какими-то спорами на голове. Ну, с приколами. Проходим дальше. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо-тихо, как скажете. СССР. Стоять. Прайм возьмёт левого, а я возьму поправее. Сейчас такой гулстик кину, штаны подтяну. И двигаться-то. Так что готовы, геймеры? Решать. Да. Начинай отсчёт. Раз, два, три. Заряжаем. Половина. Бьём. Вау. Идеально. Разработчики обещают нам в будущем добавить больше противников, сеттингов и целей. Доработать снаряжение, добавить возможность настройки персонажа. Расширить список доступных коллективных испытаний. новые экспедиции с динамическим уровнем сложности, зависящие от прогресса персонажа. Все уровни со временем будут переработаны или заменены. Цель у разработчиков всего одна – все время бросать новый вызов вам и вашим товарищам. Чтобы выжить и победить вам понадобится слаженная командная работа и немалый запас упорства. Здесь не получится просто бегать и стрелять. Спустя 4 года работы над игрой, у разработчиков до сих пор есть что добавить в плане групповых испытаний и головоломок, которые хотят протестировать над бедной, ничего не подозревающей аудиторией. Если вам понравилась игра, я буду рад поиграть вместе со всеми желающими. Обязательно пишите ваше мнение по игре, потому что мне она очень понравилась. В будущем мы получше узнаем всю хардкорность испытаний этой игры, ведь столько еще не изучено и не пройдено. Завораживающая атмосфера, новые экспедиции и отлично дополняющая музыка толкает в достижение новых целей и проверки себя на прочность. Встретимся при спуске в следующий уровень. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова